Всем привет, я Даша. Это традиционная, прочитанная за прошедший месяц. Это был, кто-то забыл, март 2021. Каких-то книг у меня не было. Классика, фэнтези, документальная литература, всё что угодно. И, собственно, давайте поторопимся, потому что прочитанных было много, и её и так выведены. Итак, открывал месяц Булгаков, его классическое, Иван Васильевич, на основании которого был снят фильм «Иван Васильевич имеет профессию». Думаю, все вы его видели, ну или почти все. И примерно представляете, о чём речь. И должна сказать, что режиссёр очень точно передал рассказ Булгакова. Это именно рассказ, он очень короткий и очень достоверно передан. Есть парочка довольно незначительных моментов, которые не попали на экран. Но в целом, если вы видели фильм, то вы, можно считать, читали и рассказ. Ну, всё равно можно и закончить, почему бы и нет. Он доставит вам приятные эмоции. Я перечитала один из своих самых любимых исторических романов. Называется «Феодора». Автор у нас Пол Уэллман. И он так точно передаёт женскую натуру с таким знанием, с такой глубиной, что я даже засомневалась, что это точно мужчина. Собственно, о чём речь? Речь идёт о знаменитой кортизанке в истории, которая смогла, учитывая своё происхождение, стать целой императрицей. Она была супругой императора византийского Юстиниана. И вообще-то это не то, что она была кортизанка. Некоторые стощики говорят, что она была актрисой. Но на самом деле, по-моему, если я, конечно, не ошибаюсь, я больше разберусь в Египте, чем в Византии и так далее, в похожих странах. Но в те времена между профессией актрисы и профессией кортизанки чуть ли не знак равно стоял, но это не точно. В общем, о том, как это происходило, как она из грязи попадала в князья, вывез тут эта книга, которая написана очень тонко, очень умно, невероятно увлекательно. Вы просто не сможете оторваться от произведений, пока не читаете. Далее. Я очень люблю с самого детства писательницу Фрэнси Элизаби Бёрдетт, Тейстана Садта, Лот Фаундлер и, конечно же, Марика Принцесса. Это её совершенно легендарное произведение, которое очень многие знают и любят, в том числе и я. Просто лет с десяти и до сегодняшнего дня. И в дальнейшем просто моя обожаемая писательница. И только я увидела, что появилась книга, которая от неё, которая ранее никогда не сдавалась в России на русском языке, я внесла её в хотелки на Лаврибе, я маму увидела и подарила мне на день рождения. Ой, на 8 марта. Как стать леди? Когда я начала читать, я это не поверила своим глазам. Мне подумалось даже, что это писала не Фрэнси Элизаби Бёрдетт, а кто-то под неё косил. Потому что я привыкла, что она пишет о детях. К определённому её стилю привыкла. А здесь главная героиня девушка за 30 или под 30, я уже подзабыла немножко. Есть общие моменты. Это исключительно доброта главной героини. То, что она бедная, сиротка. Упоминание копий. Упоминание всяких богатств. И вообще очень книга тёплая такая, душевная. Вот знаете, так бывает иногда, когда заходите в церковь, там вот эти все петражи, иконы, дым от свечей. Какая-то такая особая атмосфера, и выходишь такой благостный какой-то. Вот после прочтения этой книги у меня были похожие эмоции. Далее книга, которую я вам покажу, стала неоднозначной след в моей душе. Называется «Гувернанка». Автор Венди Холден. Написана, так сказать, на основании воспоминаний гувернанки принцесс Елизаветы. Будущая Елизавета II, которая сейчас правит, и её младшая сестра Маргарет. В принципе, всё, что я думала об этих двух девочках, оно казалось правдой. То есть моё представление, оно воплотилось в жизнь. Единственное, что Елизавета оказалась более, менее морально правильной, чем я представляла себе. Но в целом, да. Моё представление о «Миссис Симпсон» стало просто с ног на голову. Я к ней относилась более категорично и негативно. Но эта книга немножечко поменяла моё восприятие. Не сказать, что прямо совсем, но чуть-чуть, да, есть такое дело. Не это значит, что это достаточно книга, несмотря на то, что автор сразу даёт понять читателю с первого стола, чем всё закончится. Но это тот самый случай, когда вы читаете ради чтения. То есть ради того, чтобы узнать какие-то тонкости, какие-то такие моменты, насладиться слогом автора. Ну, вообще, чтобы вы понимали уровень моего восхищения. Венди Холден, после прочтения этой книги, она нашла просто всё, что она написала. И просто я захотела всё это прочитать. Крайне любопытная вещь. Ещё раз вам напомню, что она основана на личных воспоминаниях реально существующей говернантки. Вот, вот, принцесса, одна из которых стала королевой впоследствии. На эту же тему вы можете прочитать «Король говорит». Написал книгу внук, того самого логопеда, который исправлял речь короля. Уже второй раз я перечитывала «Зулиха, открывая глаза». В последний раз я её читала в 19-м году, и вот прошло всего два года, я снова к ней вернулась. В первую раз я читала «Тону в ряде», а тут мне подарили его бумажник, к чему я бесконечно рада. Это история о ссылке женщины татарского происхождения в Сибирь. Родна мне эта книга ещё и потому, что моя собственная семья в 30-е годы была осуждена тройкой ПГПУ, сослана. Ну, казалось бы, они уже тогда жили, кстати, в Сибири. Ну, казалось бы, куда можно сослать дальше Сибири? Нет, есть куда, я вам могу много рассказать. Я увлекаюсь своей родовсловной, заказала даже древо о раскулачивании моей семьи. Это была семья моей родной пребабушки. Именно её и раскулачивали её детей, в том числе мою бабушку родную Веру Анательну Полякову. Кстати, вот я написала книгу «Перу», не так давно разыгрывала, да, среди своих подписчиков, не только их. И там есть посвящение, я посвятила эту книгу именно своей бабушке Поляковой Вере Игнатьевне. Хотя никогда её не знала, но умерла, к сожалению, за два года до моего рождения. Сакурой Дуб, в дальнейшем я его сейчас вам показываю. Сакурой Дуб. Автор Всеволодов Чинников. Сакура – это Япония, Дуб – это Англия. В обеих этих странах автор жил достаточно такое продолжительное время. Настолько продолжительное, настолько хорошо он всё это изучил. Он вёл, как я поняла, дневники. И на основе этих своих впечатлений, дневников, воспоминаний написал эти книги, где попытался передать менталитет культуры и так далее. Начал он с... Начал он... Начинает он с истории, с каких-то вот объяснений исторических таких моментов, а потом углубляется больше к современности, к экономике, политике. Это, конечно, меня уже не так интересовало, допустим, исторические аспекты, но всё равно было довольно любопытственно. Не знаю, что на меня нашло, но я... Потому что я в своё время пришла к выводу, что я переросла, этот цикл книг, а именно сумеречную сагу я перечитала зачем-то. У меня оно вот в таком сундучке. И здесь четыре книги. Вот они все, пытаюсь их не уронить, не удержать. Это у нас «Сумерки», «Новолуние», «Затмение» и «Последняя часть их света». И не буду останавливаться в отдельности на каждой книге, потому что... Ну, я не представляю, как вам пересказать, при этом не творя, не создавая спойлеры, мало ли, ну, кто-то из вас не видел экранизацию, скорее всего, потому что это не считается вершиной ни с точки зрения сюжета Ленина, ни с точки зрения кинематографа. А уж о книгах, ну, вовсе другая слава ходит. Но мне, видимо, как-то было настроение, в атмосферу, прямо вот зашло и с огромным удовольствием прочитала. Да, они говорят только о изыщенных таких сладеньких произведениях, таких иллюзорно-розовых, которые, ну, такие вот юношеские, романтично, приторно, ну, выполнили мои мысли, я надеюсь. И, ну, вот книга «Рассвет» последняя, если я не ошибаюсь, она всё и ведёт к ней, все ниточки. Я думаю, вот эта вот притерность, которая подшествовала ей, ну, она тоже такая немножко. Я думаю, она того стоила, ради того, что прочитать вот финальную историю, это просто прекрасно. Многие выражают возмущение по поводу объяснения, ну, то, которое дала Стефани Майер, отношения между Джейкобом и Беллой. Ну, почему они так симпатизируют друг другу, не на просто месте. Многие с ним очень не согласны, смотрят на него свысока и даже считают отвратительным. Я не знаю, оно, мне кажется, необычное, моё люблю всё необычное. Меня не смутило это объяснение по этой причине. Вот. Ну, собственно... А, да, я не сказала, о чём это история, но только вы не знаете. Это история о том, как девушка такая достаточно обычная, неуклюжая, в неполной семье живущая, полюбила вампира, который под прикрытием учился в её школе, и вот они друг другу воспылали самыми нежными из чувств. Вот о том, как возникали отношения, как развивали и к чему, в конце концов, привели, можно узнать из цикла этих книг. Далее я прочла книгу «Сирена», автор Кира Касс. Это просто потрясающая совершенно дивная история, основанная на греческой мифологии, в том числе... Ну, вы наверняка слышали. Сирены. Сирены. Те самые мифические существа, которые жили в океане и губили своими прекрасными песнями моряков. Они не могли сопротивляться злых песен, плыли, в результате тонули, разбивались рифы и, в общем, погибали. Так вот, книга рассказывается из первого лица, и первое лицо, собственно, Сирены есть. Она рассказывает, почему они появляются, Сирены, и эти срок их жизни, что бывает после того, как они вот свой серийский долг выполнят. И вообще, ну, все мы, если не читали сказку Андерсена «Русалочка», то хотя бы видели диснеевскую коронизацию. Так вот, прочитав эту книгу, вы совершенно точно знаете, что именно чувство русалочка, когда делало тот самый шаг, который отдалял ее от близких ей людей и прибежал к ее любви. И вот, вы знаете, в последний раз, я не знаю, может быть, будет грехом с моей стороны сравнивать такие произведения, но в последний раз я так восхищалась чьей-либо любовью. Это был Лейлы Меджинун. Такая восточная история, которая была написана до Ромы и Джульетты, но, в принципе, схожая история там в чем-то. Так вот, в последний раз я поражалась любви вот тогда, когда читала Лейлы Меджинуна. Не Ромы и Джульетты, никакие другие книги любви меня так не трогали, как Лейлы Меджинун. И вот теперь серийно. У меня от глубины испытываемых чувств о широкий неметь начали, понимаете. Это просто что-то невероятное и дивное. Если вам нравится читать такое о водной стихии, вода – это вообще моя любимая стихия из всех. Если вы, как я, хотите почитать что-то еще мифическое на эту тему, более-менее такого немножко сказочного, мистического жанра, то я могла бы вам еще порекомендовать «Уничтожить королевство» Александра Крестона. Там что-то более такое, действительно, сказочное, такое, в стиле Дисней, знаете. А здесь больше в стиле Андерсона, то есть, такая более глубокая, что-то, что-то более проникновенное, с нотками трагичности, такое вот прямо шпудражащее душу. Очень рекомендую. Ну и в конце концов, смотрите-ка, я уже справляюсь лучше, чем надеялась. Буквально вчера я дочитала «Защита от темных искусств» «Путеводитель по миру паранормальных явлений». Алексай Андерпанин у нас автор. И, несмотря на привязку названия к Патриане, несмотря на то, что главное, каждая глава названа на тему близкую к Патриане, книга не о том, о чем вы могли бы подумать. На самом деле, вот все, что существует, сверхъестественная экстрасенсы, происсказания, сны, вещи, спиритические сеансы, гадания на картах, астрология, даже религия и акупунктура, все это автор берет и развенчивает, и объясняет с точки зрения науки, и говорит, что все это не более чем совпадение. И то есть берет все, что люди, верящиеся в христиственное, приводят в качестве аргументов и просто опроригают их. И я, когда предсказывала своей маме, эту книгу, ее содержание, она мобис неверующая во всякое, нам так легче живется просто. Когда я ей предсказала свою книгу, она сказала, ну, видимо, она еще и думает, что если взять буквы алфавита и просто хаотично их выкинуть в космос, они там сами собой сложатся в прекрасную поэму, и это, по его мнению, судя по всему, будет не более чем теория вероятностей. И это когда, да, точно-точно передала свою книгу. Так что я вам пересказываю эту беседу, потому что она, ну, очень точно передает суть. Единственное, мозг у меня, несмотря на то, что слог у автора хороший, читается увлекательно, но мозг у меня постоянно отрубался, потому что он скакал с темы на тему, и вообще, как-то, когда начинал, переходил к математике, вот к этому всему, у меня просто включалось встроенное такое самоотключение во имя сбережения энергии и нервы в чем-то. Так что, в конце он пишет что-то в духе, если у вас есть знакомые, которые верят там всех естественных или просто верующих людей, ну, в плане религии, я имею в виду, дайте им почитать эту книгу. Ну, и чё, и чё, и чё, вот, и я такая, вот, я такая. Несмотря на то, что я обладаю политическим мышлением, смотрю там Трабашевского с удовольствием, изучаю научную литературу, вы можете это видеть по моим предотчетникам. Ну, меня вообще эта книга не разубедила, вот, серьезно. Начало было убедительное, а потом как-то нет, нет. Ну, быть мужем, будет у меня внимание более устойчивое, скажем, как у Храниона Грэнджера, может быть, да, может быть, я бы поставила все пять баллов на Лайфлибе по моему произведению, но так троечка. Очень жаль. На этом все. Пока-пока. Пенескортник.